Спасибо, что подошли. Меня зовут Артем. Мы работаем в направлении Enterprise. Мои коллеги здесь, вот Роман присутствует, часочка Дарьяна подойдет. Мы решили сегодня, как в прошлый раз, не выступать сами, не делать какие-то доклады, рассказывать про наше направление, про то, как мы работаем, какая у нас есть компетенция, как мы видим работу с клиентами, с партнерами, а решили пригласить наших партнеров, чтобы они сами рассказали в своем опыте о том, как они в этот рынок заходили, как они работают, какие они могут вам советы здесь передать и обменяться опытом. Ну а с вами мы всегда готовы встретиться, приезжайте к нам в офис, звоните, пишите. Мы с удовольствием назначим контакты, встречи и лично с вами всегда готовы пообщаться, пообсуждать новинки. Но единственное, мы сегодня хотели вам что рассказать. Можно вывести слайда. Как одно из стратегических направлений, Enterprise. Мы сегодня рады вам представить новый сайт Enterprise.1sbitrix.ru Сайт, посвященный направлению крупных внедрений. Запущен он буквально сегодня. Есть еще в нем шероховатости. Мы будем очень рады, если вы поучаствует в небольшой игре и первые 10 партнеров, которые обнаружат недочеты, недостатки, напишут нам прямо можно с этого сайта, и мы небольшой приз вам отдадим. Заходите. Мы здесь немножко недоделали раздел партнеров. Роман может вам дать некоторую информацию, потому что там не у всех была достаточной информации по проектам. И здесь мы готовы работать с вами, чтобы это смотрелось хорошо, и вы на этом сайте занимали достойное место. Да, можно пару слов тогда я скажу? Коллеги, вы наверняка должны были получить рассылку по нашему сайту. Мы на сайте будем модифицировать немножечко карточки партнеров. Есть у нас сайт основной, 1sbitrix.ru на Enterprise. Мы тоже теперь будем делать большие карточки. Дополнительно туда вводить информацию про ваши достижения, про ваши проекты. Если у вас есть крупные проекты, но не на Enterprise редакциях, ничего, мы тоже можем их рассмотреть. В общем, пишите Роме, и можете к нему подойти, обменяться контактами и с ним приговорить. Ну что ж, не будем занимать больше времени. Я приглашаю на сцену первого спикера Сергея Михайлов в компании «Факт». Давайте поаплодируем коллегам. Спасибо. Всем привет. Собственно, мой сегодняшний доклад будет про особенности и даже сложности, наверное. веб-по-зработке для крупных заказчиков, для крупных клиентов. И я, когда собирал для него контент, я рассчитывал как раз-таки на тех партнеров, которые только заходят в рынок Enterprise или только хотят зайти в рынок Enterprise. Поэтому, собственно, коллеги, которые давно работают в этом сегменте, не кидайте меня камнями за какие-то очевидные вещи, которые вы знаете. Собственно, с чего хотелось бы начать? Хотелось бы начать, прежде всего, с истории, которая очень характерна, в принципе, для рынка веб-по-зработки. Если говорить про веб-по-зработку до малого бизнеса, то фактически это всегда предоплатная история. Предоплата там, собственно, либо 100% авансирования этапов проектов, либо 50 на 50, но так или иначе предоплата. Вот, собственно, первое, чего нет у крупных заказчиков, в крупных веб-проектах, это предоплата. Ее, ну, в принципе, как правило, как класса нет, да, потому что есть масса различных внутренних бизнес-процессов, крупных клиентов, завязанных, собственно, на различные там службы, финансовые отделы, бюджетные комитеты, безопасность и так далее, которые, в принципе, не позволяют поставку осуществить своих услуг, никаким, собственно, поставщикам услуг, впоследствии на предоплату. Вот, ну, а кроме самой предоплаты, еще и бывает такая история, как отсрочка платежей. То есть, собственно, по нашему опыту, да, у нас есть масса клиентов, которые там платят через 60 дней после подписания актов, есть клиенты, которые платят через 90 дней после подписания акта. Ну, а, собственно, клиенты, которые платят там меньше, чем через 20 дней после подписания акта, это вообще за счастье, как правило, да, поэтому, ну, вот, собственно, такая история, которой нужно очень хорошо готовиться. Для контрактов, которые торгуются на площадках, там, по 223-м или по 44-м ФЗ, зачастую еще есть история, связанная с обеспечением контракта. И, ну, там, как пример, да, собственно, какой-то веб-проект, который торгуется с максимальной ценой в 10 миллионов рублей, для него обеспечение может быть, там, 3 миллиона рублей до 30%. Эти деньги, там, не всегда можно посредством банкской гарантии обеспечить, а иногда нужно, там, либо на собственном спецсчете холдить, либо, в принципе, на счете торговой площадки. Вот, ну, и вот все эти вещи, да, они порождают финансовые риски, связанные, там, ну, приводящие к кассовым разрывам в том числе, и, безусловно, нужно достаточно тщательно готовиться, переходя, там, на модель, собственно, работы с крупными клиентами, тщательно готовиться, анализировать отчеты о движении денежных средств, планировать будущие финансовые периоды для того, чтобы не попасть в кассовый разрыв. Мы, там, собственно, 2 года назад, когда с иглы предоплаты слазили, ну, квартал, мы прям находились в состоянии перманентного финансового дефицита. Было очень нехорошо. Вторая история, о которой хотелось бы коснуться, связанная, собственно, вот с продажей крупным клиентам, да, это как раз вот длинные продажи. Как правило, если говорить про продажи, там, достаточно классические в сегменте малого бизнеса, то они завершаются, как правило, встречи. Ну, грубо говоря, там, встретились с руководителем бизнеса, с собственником бизнеса, ударили по рукам, ну, или максимум через, там, недельку после встречи вам уже сообщили, что выбрали вас, да, или не вас, например. Вот, что касается продаж крупных веб-проектов, там, как правило, со встречи все только начинается, потому что собирается ответственная команда со стороны заказчика, проводят первичные встречи, собирают первичные предложения, да, для того, чтобы максимальную цену, в том числе, понять, понять компетенции возможных подрядчиков. А дальше через какое-то время будет тендер. После тендера, опять же, через какое-то время будет подведение итогов, и вот, как, иногда случается, что между тендером и подведением итогов, в принципе, как говорится, проходит время длиной в жизнь, да, и никогда не наступает. Вот, ну, а если даже наступает, то после подведения итогов, когда вас выбрали, предположим, вы выиграли, да, этот тендер, нужно еще пройти экономическую безопасность, нужно доказать свою финансовую устойчивость, нужно потренировать юристов, клиентов, профпригодности, и еще пару месяцев, собственно, различных проверок и так далее. Мы для себя сделали в свое время такой вывод, что ждать не всегда, как говорится, профит, поэтому после прохождения каких-то обязательных проверок и получения гарантийных писем, не дожидаясь подписывания контракта, можно уже двигаться дальше. Но даже невзирая на вот этот, как говорится, момент, да, среднее время пресейла крупного веб-проекта у нас получилось полгода, а один проект мы, например, два года продавали. Вот такая история. Что касается еще одной вещи, о которой хотелось бы рассказать, это роль менеджмента для крупных заказчиков в крупных веб-проектах. Ну, собственно, роль менеджера сложно переоценить в любых, наверное, веб-проектах, неважно, там, для малого бизнеса или для крупного, но для крупного бизнеса менеджмент становится важнее на порядок. Почему? Потому что, собственно, если там контрагент был представлен чаще всего одним-двумя контактными лицами, то здесь уже со стороны заказчика огромное количество людей, с которыми нужно постоянно коммуницировать. 100-500 встреч, согласований, все встречи должны быть подтверждены протоколами, да, кипа протоколов, еженедельные статус-отчеты. Вся эта история на этапе предпринимательного обследования или на этапе пусконаладки, опять же, масса документов там, собственно, то же самое пусконаладочные приемы, сдаточные документации и так далее. Собственно, менеджеру нужно значительно больше работать и иногда получается, что менеджер работает даже больше, чем, собственно, непосредственно разработчики в проекте. Ну, вот у нас средняя такая цифра примерно в районе 30% в объеме трудозатрат для крупного проекта менеджмента. Ну, даже грамотный менеджмент не дает, скажем так, серебряной пуле решение того, что проект будет быстро сдан, потому что есть масса рисков, масса факторов, в том числе, которые влияют на сроки проекта. Ну, опять же, наш кейс. Для одной крупной госкорпорации, когда мы делали корпоративный сайт новый, генеральный директор решил, что он сам будет принимать результаты этапа проекта, промежуточные результаты. И только для того, чтобы добиться его аудиенции, презентовать ему результаты, нам приходилось, собственно, по 4-5 недель просто ждать, когда он сможет нас принять. Ну, и вообще, в принципе, очень характерная история, что нужные люди, которые должны принимать результаты работ, которым нужно презентовать, они зачастую заняты. Поэтому самый правильный вариант – это, собственно, заблаговременно готовить графики встреч, графики интервью, презентации, для того, чтобы вовремя успевать ловить тех самых ЛПРов. Ну, и поскольку крупные проекты, они зачастую очень технологичные и, собственно, связаны с частью работ, которую необходимо вести на стороне IT-департамента заказчика, ну, собственно, предположим, там, работа на стороне интегрируемых корпоративных систем, то с IT-департаментом, опять же, достаточно плотная коммуникация и очень сложно, если вовремя об этом не позаботиться, да, заблаговременно, очень сложно бывает, собственно, получить от них какие-то результаты вовремя. Ну, и ситуация, которую, наверное, нужно всегда избегать стараться, это когда вы, в принципе, не общаетесь с ЛПРами и никак не можете донести, там, ни результаты проекта, ни какие-то вещи напрямую ЛПРом, а те люди, с которыми вы общаетесь, они потом куда-то ходят, кому-то что-то рассказывают, тот рассказывает им, и вот этот, собственно, глухой телефон, он, конечно же, время сжигает на раз-два. Ну, собственно, и фактически последняя, да, особенность, о которой хотелось бы с этим поговорить, это готовность команды-подрядчика, готовность команды-интегратора к ведению проекта. Ну, прежде всего, техническая готовность, потому что, ну, собственно, как я и говорил, крупные веб-проекты, они зачастую технологичные, связанные, там, со сложными архитектурами, обширными интеграционными слоями, и поэтому, скажем так, как в том анекдоте, что 9 женщин не могут родить ребенка за месяц, вот 9, там, джуниор-пограммистов, да, здесь не сделают вам проект, соответственно, не заменят одного синьера в этом проекте. Поэтому то, что обязательно нужно, это должна быть проработанная, подготовленная инфраструктура разработки со стороны интегратора, необходимо выстроить иерархию среди отдела разработки, выстроить институт темлидов, ну, и по нашему мнению, просто без этого лезть, как говорится, туда не стоит. Еще одно наше субъективное мнение в том, что на аутсорсе построить разработку для крупных заказчиков, ну, это очень рискованно, сопряжено с огромными рисками, и мы так решили, в принципе, не делать, все разработчики, которые у нас работают в таких проектах, это все штатные специалисты. Ну, в принципе, наверное, заканчивая уже как раз сейчас свой доклад, стоит сказать, что необходимо очень тщательно, заходя в этот рынок, в этот сегмент, понимать готовность и команды своей, да, и компании в целом к тому, что, собственно, путь этот очень тернистый, несмотря на то, что интересно. Ну, в принципе, у меня, наверное, на сегодня как раз и все. Все, все, спасибо. Я так понимаю, на вопросы еще есть пара минут. Как смогли перейти от продаж по предварительной оплате на, соответственно, тендеры и так далее? Ну, как я и говорил, мы квартал жили без денег, фактически, да, то есть вот так раз два года назад получилось, что у нас предыдущая модель, наша работа, она действительно была с авансированием этапов, и, ну, просто получился кассовый разрыв за счет того, что нужно было догонять время исполнения тех этапов проектов, которые нам потом заплатят только вот после. было трудно, но мы выжили. Здравствуйте, спасибо за доклад. Пару вопросов. Сразу, вы выделили под этого отдельного специалиста по тендеров, нанимали ли отдельного человека или переучили продажников? И второй вопрос, сколько в среднем вы в месяц тендерных предложений осиливаете? Ну, начну с конца, в месяц, наверное, не скажу, скажу за первый квартал, что мы подготовили и подали, вот если говорить про 23-44 ФСЗ, порядка 25 предложений. Вот, отдельный специалист у нас есть, но этот отдельный специалист, он фактически, ну, грубо говоря, секретарь, да, то есть он занимается подготовкой документации и не принимает решения, в принципе, о том, что подаем, куда подаем. Его задача – это рутинная работа при подготовке документов на тендер. А, собственно, решение о том, что подаем, куда продаем, принимает руководитель отдела продаж. Какие площадки? Площадки? Ну, собственно, площадок очень много на самом деле. Мы просто берем, используем агрегатор. Агрегаторов, опять же, много, ну, самый, наверное, популярный – контур закупки. Коллеги, все, спасибо. Времени уже больше нет на вопросы. Спасибо большое, Сергей. С той стороны зала есть буквально еще 6-7 мест. Пробегайте, пожалуйста, кто хочет присесть. Коллеги, проходите, проходите, еще есть места. Ну что ж, спасибо большое, Сергей. Давайте еще раз аплодисментами проводим. Спасибо.